Три дня посвящены экономике, промышленности и туризму. Главные спикеры, представители власти, предприниматели, эксперты и ученые. На минувшей неделе в регионе прошел 12-й международный промышленно-экономический форум «Золотое кольцо». Но обо всем по порядку. В четверг губернатор Павел Коньков принимал в своем кабинете посла Индии Панкаджа Сарана. Последний прибыл не один, а с группой бизнесменов. Господин посол сразу обозначил цель своего визита. Приехал не только познакомиться с областью, но и прощупать почву на предмет дальнейшего сотрудничества. Это мой первый визит, и он меня очень впечатлил. Меня впечатлили красота и история этого города. И хочу сказать, что в данном регионе текстильная промышленность является для нас самым главным приоритетом. У нас тоже свой хороший долгий опыт. То же самое можно сказать и об Иванове. И сейчас я хочу для себя определить, каким образом мы можем возобновить это сотрудничество и сделать эту сферу более современной. Здесь есть много возможностей. Я хочу понять, как это может принести пользу как Индии, так и Иванову. А вот прием уже на следующий день делегации из Беларуси. Интерес тот же – укрепление связей. Правда, за плечами у обеих сторон колоссальный совместный труд. Потому и встреча такая теплая, дипломатично-дружеская. Беларусь занимает второе место среди стран-партнеров Ивановского региона по экспорту. В прошлом году товарооборот приблизился к 100 миллионам долларов США. Весной 2016-го Павел Коньков встретился с президентом Александром Лукашенко. Тогда же была создана рабочая группа по сотрудничеству. В пятницу в правительстве Ивановской области состоялось второе заседание этой рабочей группы. На нем обсудили и подписали новый план сотрудничества до 2020 года. Мероприятия запланированы по всем отраслям народного хозяйства. Для нас огромный интерес, конечно же, представляет и сотрудничество Иванова как текстильного края, и сотрудничество с Ивановской областью как между сельхозпредприятиями, между промышленными предприятиями, в части коммунального хозяйства, в части грузоподъемной техники. То есть комиссия занимается всеми отраслями фактически нашего экономического сотрудничества. Товарооборот между Республикой Беларусь и Ивановской области растет, сегодня растет достаточно стабильно. Мы видим на прилавках наших магазинов белорусские сельскохозяйственные продукты. Мы поставляем Белоруссию ткани, которые в Белоруссии не поставляются. Отдельное внимание в этом году на форуме уделили туризму. Регион традиционно входит в маршрут Золотого кольца. Лучшими практиками, как заинтересовать путешественников, поделились предприниматели из других регионов. На семинар съехали с более ста представителей туриндустрии. Илья Охотников, директор агрохутора во Владимирской области, рассказывает, привлечь туриста это полдела. Нужно сделать так, чтобы он захотел вернуться. И тут мелочей не бывает. Значение имеет все. От уникальности места до сервиса и атмосферы. А еще очень важно понять, что просит душа туриста именно сегодня. Предприниматель построил гостевой комплекс на мансардном этаже конюшни. И не прогадал. Гостям предлагает сбор грибов и ягод, русскую баню, ну и, конечно, прогулки на лошадях. Приглашаем московского туриста, чтобы приезжали у нас, отдыхали, парились в бане, кушали и ходили по грибам и по ягодам. Это летний, осенний-летний период. И еще имели возможность увезти с собой дары леса. То есть мы предоставляем рецептуру, банки, чтобы могли закрутить свои соленья, замариновать грибы, сварить варенье и уже с готовой продукцией, собственными руками, которую произвели, уехать довольными домой. Тема гастрономического туризма популярна сегодня во всем мире. Как с этим направлением обстоит дело в Ивановской области на форуме наглядно продемонстрировали. Все, чем богатый, представлено на столах. Практически все муниципалитеты определились со своим коронным блюдом и уже не один год проводят фестивали, щедро угощая туристов. Сейчас по большей части идет закрепление тех выявленных брендов, которые уже выявились в ходе работы. И сейчас самое главное нам не растерять тот материал, который наработан, его собрать и грамотно оформить для федеральной гастрономической карты. Блюда из лухского лука, кохомские пряники из свеклы, грибная икра из Пестяковского района, савинский мясной горшок и клюквенный пирог от южских кондитеров. Путь к сердцу туриста лежит через его желудок. За горами, за лесами, за широкими полями, на небе, на земле, о Пестцовском мыселе. Жили-были, не тужили, выпивали, не тужили. Приезжайте к нам в село, там увидите, вы все. Покатаемся на лошадях, попались в баньки, примем анисовый. Ну и, конечно же, угоститесь нашим любимым блюдом, лосятину с картошечкой. Всегда, пожалуйста, ждем вас в гости. 7 октября проходит Ивановский капустник, и в гости он приглашает. С щами вкусными он угощает и пирогами, и заметьте, совершенно бесплатно. А уж ярмарка сама какая вас ждет, с пустыми котомками, никто не уйдет. Второй день работы форума «Золотое кольцо» прошел в Плесе. Зал Левитан Холла расписан буквально по минутам. Заканчивается один семинар, и тут же начинается другой. Формирование льняного кластера, развитие глобального рынка фэшн-нет и продвижение внутреннего туризма. Вот, пожалуй, главные темы этого дня, да и всего форума в целом. Во дворе Левитан Холла выставка «Инновационный потенциал Ивановской области». Направление фэшн-нет абсолютно новое. По сути, это банк идей самых разных. И тех, что уже сегодня можно воплотить в жизнь, и тех, которые пока только в головах. Сегодня начинает быть понятным, как мы всю эту систему, цифровые фабрики, индивидуальные пошивы и прочее, сможем воплотить в жизнь. Конечно, дистанция абсолютно огромного размера еще предстоит пройти, но мы прекрасно понимаем, что скорость проходения дистанции давно предельно высока, потому что время нас в этом плане очень серьезным образом опережает. Вот, к примеру, платье, созданное на 3D-принтере. Его не нужно кроить и шить. Наряд бесшовный. И в нашей стране уже есть девушки, которые примерили этот уникальный образ. Так что же нужно положить в принтер, чтобы получить предмет гардероба 21 века? Во-первых, в принтер нужно положить мозги свои, чтобы знать, какую технологию его получать. Нужно положить специальный полимер, который будет из порошка, путем высоко температурной облаботки, будет плавиться и получаются вот такие мелкие ячейки, из которых потом можно получать практически любые трехмерные объекты. Центральной темой этого форума стал лен. В августе глава государства Владимир Путин дал поручение Минсельхозу разработать программу по обеспечению легкой промышленности натуральным сырьем. На форуме «Золотое кольцо» представили концепцию льняного кластера. Составить конкуренцию на мировом рынке, по мнению экспертов, можно лишь при создании полного цикла производства, от выращивания сырья до производства готовой продукции. По прогнозам, на разработку программы уйдет минимум полгода. Чтобы увидеть результаты ее работы, понадобится несколько лет. Когда мне здесь говорят, я слышу, например, о том, что мы хотим за год сделать результаты, за год эти результаты сделать нельзя, потому что мы в значительной степени утопили культуру льна, в том числе и в сельскохозяйственном производстве. Как бы тут сельхозники не выступали, чтобы они здесь не говорили, то есть качественно мы ее сильно утопили. Ну, утопили хотя бы потому, что просто не развивали. Вот. Весь остальной мир развивал, то есть менял подход к семенам, занимался селекцией. Степ-бай-степ. Не хватать звезд с неба и приступить к делу основательно, без спешки. Такого принципа придерживается и правительство Ивановской области. В следующем году, пусть и в небольших объемах, попробуют запустить льняную отрасль по полному циклу. От посадки семян, выращивания льна, его первичной и глубокой переработки. Для этого сегодня в том числе было подписано соглашение между сельхозтоваропроизводителями, в том числе группой и компанией «Риад», которые готовы посадить льон, между предприятиями по первичной переработке льна, фабрикой имени Балина, и предприятиями, которые готовы из льняной продукции выпускать свои товары. Это шуйские сицы, это ТДЛ-текстиль и так далее. Пилотным периметром развития льняного кластера станет Ивановская, Калужская, Владимирская, Новгородская и Костромская области, а также Республика Алтай. На нашем регионе запланировано отработать меры государственной поддержки. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, ПЛЁС.